Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале! Я абсолютно без макияжа только что встала, и вы знаете, я встала и была немножко в шоке. Прикиньте, два дня назад я создала тикток для своего бумажного канала. Я думала, что на нулёвом тиктоке особо видео набирать не будут просмотров. В общем, вчера ночью, в три часа ночи, я выложила видео, и сегодня утром я проснулась, я офигела от этих просмотров и количества уведомлений. Я обязательно должна это вам показать. Называется мой тикток Айка Бум 14. Посмотрите на эти просмотры. Вот вчера ночью выложила это видео, 167 тысяч просмотров. Да и вообще все видео классно набирают. Супер, спасибо вам огромное за просмотры. Как это приятно, как это мило. А ещё сегодня я иду на свадьбу, и я не успела переделать ноготочки. Придётся пойти с этим, но в принципе эти тоже не в плохом состоянии. То есть, вот посмотрите, всё аккуратненько, красиво, просто ноготочки изрядно отросли. Я собиралась делать коррекцию и, конечно же, не успела. Вы, наверное, слышите этот свист на улице. На улице просто ураган. Я планировала надеть один наряд, и я просто сейчас не знаю, я смогу ли в нём выйти на улицу. Стоит ли вообще делать прическу, или ветер сам сделает её за нас. Я закончила делать коллекцию. Время уже 14 минут пятого, и уже пора начинать готовиться к свадьбе. Сегодня я буду в этом тулумчике, который я заказывала Шейн и ни разу не носила. Я, кстати, когда заказывала, думала, что это костюм. Оказалось, нет, что это тулум. И здесь сзади открытая спина, смотрится очень красиво. Правда, на улице холодно, не знаю, замёрзну я в этом или нет. Но, к сожалению, альтернативы у меня нет. Я не посмотрела прогноз погоды, и ничего другого я не придумала. Поэтому пойдём в этом. Обычно, когда я собираюсь на какое-то важное мероприятие, у меня всё через одно место. А в этот раз что-то не так. Посмотрите, какую крутую прическу я сделала себе. Сейчас в карфу такие кудри. Так аккуратно собрала волосы, сделала макияж. И даже у меня осталось немножко времени, 20 минут. То есть я никуда не опаздываю, прикиньте. Я сначала хотела показать вам процесс, как я собираюсь. Потом решила, нет, быстренько самой сделать. Я ещё плюс передачу смотрела. Наверное, вы зададитесь вопросом, на чью свадьбу я иду. Это свадьба наших родственников, не очень близких. Поэтому я не буду на прокат брать вечернее платье. У нас как принято, когда свадьба близкого человека, то ты покупаешь, там, не знаю, или берёшь на прокат какое-то вечернее платье. Но в моём случае это двоюродная... Нет, троюродная сестра. Та же четвероюродная. Ну, короче, точно не знаю. В общем, очень дальние родственники. Получается, у папы есть двоюродный брат. Сейчас сам уже уходит его дочка. И мы, значит, пойдём я, братик мой и моя тётя. Мы, наверное, втроём поедем. Вот так вот я выгляжу. Мне всё нравится. Правда, на улице такой ветер, что моя прическа обязательно испортится внизу. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, этот костюмчик я никуда не носила. Так что буду выгуливать впервые. Мне кажется, очень классно смотрится. Очень так по-праздничному подчёркивает фигуру. Я вам в распаковке показывала этот костюм, и многим он понравился. Ну, как правильно его назвать, костюм или тумчик? В общем, он мне нравится. И под этот прикид я возьму сумочку. Единственное, что не сочетается, это мои ногти. Они у меня чёрные, потому что я рисовала сегодня, и это, блин, не отмывается. Вот на эту сумочку смотрится под прикид просто, я думаю, идеально, но цвет здесь намного круче. Возьмём её. С собой я буду брать только самое необходимое. Телефон, ключи, жвачка, помада и денюжку. Дарить мы будем деньги. У нас вообще в Азербайджане не принято дарить подарки. Вообще, изначально сегодня я не планировала снимать для вас влог, но потом подумала, что будет интересно показать вам наши традиции, как проходят свадьбы у нас, какие традиции имеются. Вот насчёт подарков, кстати. Например, я знаю, в других странах обычно дарят какую-то посуду, не знаю, технику и так далее. У нас, наверное, в 99 случаях всегда дарятся деньги. И минимум это 100 монат на одного человека, чтобы это мероприятие как-то окупилось. Обычно у нас подарки не дарят, это не принято вообще. Вообще, я считаю, что это правильно, потому что каждый человек сам решает, куда потратить эти деньги. Я могу что-то приобрести, например, а это молодожёнам не нужно, например. А деньги? Всегда деньги, почему нет? Брат по видеосвязи увидел мой прикид и говорит, Айка, возьми с собой что-то тёплое. Мама приготовила жакет. Ну, блин, как жакет будет с этим сочетаться? И всё-таки девочки меня сломали. Я иду со свитером, прикиньте. Вижу цель, и, конечно же, брата нет. Спускаются, пожалуйста. Я сейчас одубею здесь. Господи. А вот и они, бабушка, тётя и брат. Мы сейчас уже в дороге, едем на свадьбу. Погода, конечно, ужасная сегодня, Ну, настроение просто супер. Мы уже доехали, свадьба будет вот здесь, вот в этом ресторане. Братик никак не может припарковаться, мы здесь сидим в машине, потому что мне холодно, и мест тоже нету здесь, забито. Когда мы будем танцевать с пастелью. Выключили свет, сразу стало так атмосферно. А вот и жених и невеста. Включили этот розовый свет, он добавлял романтику, и в зал наконец-то зашли жених с невестой. Невеста сегодня выглядела просто потрясающе. Она вообще сама очень красивая девушка, но сегодня она выглядела просто сногсшибательно. Я себе взяла небольшой кусочек кутапы с мясом и жулиен порционно. А вообще блюд было очень много, всё было очень вкусно, и шашлык, и всякие закуски, и блины, и всё что угодно. Мы сидели тут рядом с моей тётей, с её двоюродной сестрой, там дальше ещё сидит бабушка. Очень хорошо видно было с нашего места, именно танцующих. Мне очень нравится, как на свадьбах танцуют, особенно парни лесгинку. Это просто нечто. Обычно в подобных заведениях шашлык бывает не очень вкусный, но в этот раз мне шашлык очень понравился. Здесь был и куриный, и обычный шашлык. Был сочный, нормально пожаренный. В общем, я осталась безумно довольна. И ресторан очень красивый, и ета очень вкусная. Но отличительная особенность Азербайджана от всех других ресторанов. Если у вас заканчивается напиток, официант не спрашивает у вас, наливает опять же этот же напиток. А ещё такая традиция, разжигают Узерлик, это типа Адзи Глаза, и вот так вот проходится по всем гостям. Вот очень мне нравится вот этот танец. Я бы очень хотела научиться танцевать именно его. Посмотрите, как круто девчонки танцуют. Это просто нечто. Но я, к сожалению, не умею. Танцы танцами, а подарок по расписанию. Кладём деньги в конверт, пишем от кого и кидаем в ящик, где написано дом девушки. То есть козыри. Я дарила от себя, братик дарил от себя. Очень аккуратно, настороженно пытаюсь включить видео. Всё самое интересное. Боюсь, что Ютуб из авторского права может заблокировать, так как здесь музыка играет, и это влияет. В общем, в Ютубе очень много таких тонкостей. Надеюсь, что я не столкнусь с этими проблемами. В общем, здесь девушка-танцовщица по традиции идёт с пловом в руках, танцуя к жениху и невесте. Это вроде традиции, не знаю, с чем это связано. Обычно есть с таким огнём. Ещё после этого был шикарный танец от неё, очень красивый. Его я уже включать не стала сюда, но, в принципе, вы поняли. Всё суется. Мы спустились вниз. Там очень громко играет музыка. Пока что мы не танцевали. Кстати, я не особо умею танцевать, эти особенно народные танцы. Вот. Но очень хочу научиться. Смотрю, как танцуют другие. Восхищаюсь просто. К большому сожалению, из-за бабушки нам пришлось очень рано уйти с этого прекрасного мероприятия. Хотя, смотрите, невеста уже в национальном костюме собиралась там танцевать. Невеста очень красивая. Вот честно, без преувеличения. Очень утончённая, нежная, красивая. А сегодня она выглядела по-особенному красиво. Вот. К сожалению, из-за бабушки, из-за того, что она не может находиться в таком помещении долго, нам пришлось уйти. Очень жаль. К сожалению, мы уже едем домой. Было очень интересно. Долго остаться мы не смогли, потому что бабушка себя не очень хорошо любит. Я сейчас поднимаюсь наверх уже домой. Было очень весело, очень круто. Всё было на высшем уровне, но, к сожалению, бабушка себя плохо чувствовала, поэтому мы не могли её отвезти домой, сами остаться. Вообще не получалось никак, поэтому пришлось все вместе вернуться. Но очень жалко. Я уже успела разобрать прическу, и у меня получилось, лев сбежал из дома. Мне, по идее, надо помыть голову, но неохота, наверное, всё-таки завтра. Буду купаться. Но шухер у меня, конечно, необычненький. Я очень надеюсь, что мне удалось передать вам хотя бы немножечко вайба наших свадеб. Я знаю, что у меня подписчики из разных просто точек нашей с вами планеты. Кому интересно, как проходят свадьбы в боку, приблизительно как-то вот так. Я рада с вами делиться кусочками своей жизни, а вы не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.